я не пытаюсь улучшить ваш ум в пучине идеологии зла подавление воли зрителя не мои цели мои цели разбудить ваше сознание вернуть вам зрение вернуть вам простое понятие что честь и свобода важнее той жизни которые вас принуждают со школьной скамьи слушайте думайте пишите привет всем неравнодушным умеющим думать и сопоставлять очевидные факты с той картиной мира которую нам рисуют официальные столики сми и политики сегодня дорогие друзья и не менее дорогие оппонент я решил поговорить с вами о том когда и как наших предков победили и начали резать когда я говорю о наших общих предках я я говорю о народах населявших огромную империю составлявшие видимо большую часть всех государств мира которые жили видимо по законам федеративным или вассальным но единым законам империи и юным государств они занимали большую часть известным нам сегодня мира это будет первый ролик из цикла который как я надеюсь откроет вам глаза на реальную историю мира последних четырех столетий впрочем это только частное мнение авторы и согласны и недовольны и просто неспособны и поняли о чем идет речь могут спокойно переключиться на ролики с котиками девочками или на шоу первого канала данном видео я хочу обратить ваше внимание на творчество и картины корона антуана художник как нам говорят жившего в 16 веке это французский художник маньерист книжный иллюстатор принадлежавший школе фонтебло так говорят о нем официальные историки далее речь пойдет о вещах от которых стынет кровь и поэтому особенно нервные зрители могут запастись валерьянкой родился корон в 1521 году и умер в 1599 в париже с 1540 по 1550 годы работал с приматча и никола дель аба аббате фонтебло с 1561 года находился при дворе екатерины медичи про которую слово доброе никто пока не сказал и генриха второго валуа как художник корон выступал организатором церемонии коронации карла 9 и бракосочетание генриха 4 наварского с маргарита валуа той самой королевой марго далее пойдем по порядку его картины в отличном состоянии хранятся во всемирно известных музеях и частных коллекциях например вот эта работа находится в лугле картина называется император август эти бринская севилла париж луг что же мы видим мы видим огромную великолепную площадь с величественными сооружениями и как нас уверяют это рим такой каким увидел художник через 1500 лет потому что по из истории мы знаем что в это время рим лежал полных развалинах это была большая деревня с населением более 1200 человек пятнадцатом веке ватикан там то ли был то ли не был потому что я считаю что ватикан все время это время находился руководство католической церкви на находился на территории франции все детали тщательно прорисованы с фотографической точностью то есть мы говорим о картине изображающей самого первого римского императора который родился в шестьдесят третьем году до нашей новой эпоху никак не могли существовать в риме эти арки и сооружения а на месте троянской колонны которая возведена вообще как нам говорят во втором веке на шее я считаю что это в районе 1750 880 году стоит совсем другая колонна но меня потряс потрясла совсем не это колонна и не великолепные арки а богоматерь с младенцем иисусом в правом верхнем углу благословно наблюдающийся за это за сцены за этой сцены с небес то есть не она сама не тем более иисус еще не родились а уже наблюдают да еще с одобрением за язычником юлия император будущее пока зачем-то стоит на коленях перед предсказательницей язычницы то есть тут явная нелепица то ли при июле было уже христианство из севила христианка древняя святая или художника все плохо совсем с головы в эпоху особенно франции и испании католическая церковь строго и жестко карала как нам утверждают историки любые упоминания о язычниках их богах и верованиях сама екатерина мечи была жесткой фанатичной сторонницей самых строгих мер радикальных против любых видов и ереси она была активным организатором варфоломеевской ночи и зверского уничтожения общины катаров и городов на юге франции она жестко и страшно преследовал преследует христиан протестантов идут бесконечные религиозные войны по всей территории франции и тут на тебе такая картина создается в королевском дворце вам то нравится меня это просто восхищает идем далее вот аллегория похорон амура сама по себе картина с малодетыми или совсем голыми людьми и 16 жесткий век а тем более похороны бога любви амура а может это совсем не амур дорогим и простой вопрос то кто а вот очень любопытная работа исход израильтян из египта горят костры по всей европе евреев жгут пачками а тут картина в центре которой иудейские жрицы странных белых одеждах и колпаках и воины народа израильского все в римских доспехах это очень интересная деталь кто их так отдел и что корон совсем истории не изучал а придумывал свою до иудейские женщины а может и не уидейские в римском платье жрецы несут в ковчег завета что бесспорно обратите пристальное внимание на центре картины чем дальше влез тем злее и голоднее волки а вот занимательное полотно жуткое по содержанию триумф бога войны марса опять-таки марса бога например очень корроритно выглядит людоед обгладывающий берцовую кость в левом нижнем углу картины для разнообразия после того как вы посмотрите ролик можете поставить у меня ролик кто съел 6 миллионов людей в париже и опять вопрос как сочетается марс и католичество сейчас народ начнет писать про эпоху возрождения и прочие интересные вещи но сначала надо подумать все работы ренессанса в основном изображает сцены из библии по крайней мере подписаны под под подписи под скульптурами и картинами именно говорят о библейском сюжете то же самое под фресками помимо этого художники эпохи возрождения пишут патенты конкретных людей а теперь дружно напряжен память и вспомним а в какой якобы христианской стране все искусство пронизано сценами связаны с богами великими и богами малыми где воспеваются и марс и венера и афина и аналог афродиты и и на и она и венера и афродита где атланты держат небо где бахус и амур живут и процветают купит он постоянно пускает свои стрелы где лес и водовведение полное где находится великом множестве прекрасно сохранившись культуры якобы античной культуры якобы завезенные в россии из европы вот европе их нет в россии есть не европе их может может есть немножко совсем но по сравнению с тем количеством который находится например санкт-петербурге это совершенно ничтожное количество причем таком количестве все это находится и такой косты что кроме италии центральной и северной нигде ничего подобного нет даже близко наши домарешечные ученые и скорее всего хорошо закупленными запуганные похоже на того чудика что потерял то широк в парке а истину на центральной улице под фонарем так тут светлее какая греция какой древний рим откройте глаза кто жил в италии не данных этруски на каком языке они говорили на древнерусском и писали они на древнерусском смотрите у меня ролики по ссылкам там все эти темы подробно освещаются вывод картины корона писались или в питере или в москве но идем далее картина жуткая и достаточно реалистичная резня по указу триумвират частное собрание есть варианты и наброски других музеях посмотрите на город внимательно посмотрите я ничего а его название говорить не буду думайте широкие проспекты трех-четырех а на заднем плане шестиэтажные дома небо затянуто страшными тучами явно не имеющими к атмосферным явлением никакого отношения на заднем фоне бушует пожар и жуткая резня на переднем плане вплоть до спаривания живота жертвы и поиска чего-то там внутри не печень или свежий назад при этом все жертвы без оружия и не сопротивляются обратите внимание на клинки солдат они явно не римские и не европейские 16 века вообще оружие и одежды никак не соответствуют и не согласуются с архитектурой тут нужны трамвай и троллейбусы авто и другая техника широкие прямые как стрела проспекты краски у солдат похоже на краски испанцев 14 16 веке но это все не так важно далее что нам рассказывают историки в кучу баек продавили они утверждают все слова варвары произошло от слова латинского барб борода что римляне все были лица а народ других стран носили бороды поэтому называли бородачи варвары потом по его слову а барбара так и осталось никто тоже французском по крайней мере так считают все лингвисты европы что мы видим на картине все участники резни резни и жертвы и убийцы носят бороду большая часть со светлыми волосами много рыжих и это рим первого века до нашей эры с огромными бородами на лица как же эту связь с прекрасной римской историей резня паукан стрим вера то другое гуляющих по интернет название месть победителей тоже картина понять силу каких победителей и месть кому безоружным и не сопротивляешься людям ясно что сам художник на стороне этих победителей и наслаждается их жестокостью и кровожадность на канале международного общества естественного права есть ролик ссылка внизу об этой картине под названием ролик носит название картина москвы 1556 года со многими озвученными ими по этому поводу вещаем можно соглашаться можно не соглашаться но я могу сказать только свое мнение на картине мы видим ясно видим без не всякого сомнения то есть москве перед большим театром это только мое мнение его никому не навязать москве чем могу сравнить думаю многие из них со мной согласятся ссылка на ролик еще раз говорю внизу в описании поэтому я не буду разбирать картину подробно если мы возьмем глупую фантастику историков от древнего время то сорок третьем году в нашей эры марк антонио гай октавиан и марк эмилий лепит образовали политический союз для борьбы с республиканцами теми ты самыми которые здоровы и лиц в том же году республиканская армия с которой они вели борьбу потерпела поражение завод заговорщики брут и тассе и погибли неожиданно как черт из табакерки появился секс помпеи скрывался как выяснилось оператор и сколотил большую армию сицилия вдруг внезапно не успел покончить еще с игрушками в одном конце европы появляется тоже большая мария армия во главе с октавианом или пилом по помпеи терпит поражение и бежит в малую азию где его и убивали затем в течение года был бы любит и все кто принимал участие заговоре и даже просто находился рядом все кто колоб заподозрили сочувствие даже убийцам при убийстве цезаря всех их уничтожили захватив полностью власть время три императора выпустили вдруг списки проскрипции лиц подлежащих репрессий естественно все люди абсолютно невиновны без всех виновных или даже предположить на виновных уже уничтожили для совершенно безумного действия все враги были убиты уже сопротивление нет они решают устроить больную в мирном риме например октавиану вносит списки своего опекуна а лепит соответственно брата я так думаю что у стариков которые писали все весь этот бред явно что-то не в порядке было с психикой и сразу мы с логикой ту а вот еще очень интересный габирин по дизайну картины корона сцена легенды об артемизе париж лук последний на этот габирин а потом начните отрицать наличие великанов в прошлом шестнадцатом семнадцатом веке теперь попробуем всего этого сделать некоторые выводы что касается истории древнего рима вывод вообще однозначно что это история никогда не существовало то государство вообще никогда не было этим почитать история нас площадь стоит из каждодневных бит сражению восстаний кровавых усобиц постоянного масса уничтожения собственного населения интересно если они вырезались таким значение своих руголов друг друга и постоянно воевали таким образом они все строили то что им припису я должен строить красивые здания сооружения красивые дома человек должен быть уверен что завтра не придет никто с сапогом дверь не выше да и вообще когда идет война такая война как например война с варварами германии из карфавина поиск твои тиск а ведь войны будут без конца постоянно сражение за сражением битва за битвы ни одного мирного периода императоры идиоты сволочек какие-то дегенераты извращенцы теперь попробуем посмотреть с другой стороны некогда в мире работал художник неплохой художник по имени корон который плевать хотел на католицизм инквизицию костры явно принадлежал к кланам стящих победителей хотя те же историки нам говорят что инквизиторы заоставили все королевские дома европы сжечь свои библиотеки так филипп второй испанский серьезно умолял папу римского разрешить ему сохранить 82 книги из трех с лишним тысяч тому в королевской библиотеки папа отказал все книги сожгли до едины и так на картине это у художника изображены великолепные вполне современно смотрящиеся города с уникальной архитектуры высокоразвитой цивилизации я считаю что эта картина москвы того времени скорее всего начало 19 века так как там нет ничего общего с римской истории римской римом самим или парижем тем же картина явно ность аллегорический характер то есть дали ему какую-то установку и свеженаписную историю древнего рима и он начал изображать реальное событие опираясь на указание сверху на двух из картин его изображено торжество победителей над теми кто жил и строил эти города их зверское уничтожение как я вот недавно убедительно доказал что московский метрополитен не строили а просто почистили и пустили в струне мы понимаем что оружие было другим и художник исполнял заказ победителей строго в канонах их требуем все с этим вспомним знаменитая петь ниже моисея или ветхий завет именно эти строки смотрите на экран да пришли на нивы на сады сады на землю которую не обрабатывали когда который не строили захватили это опять таки только мое личное мнение и мои фантазии на эту тему которые основываются на реальных картинах фактов и объект может фантазии рождаться на на базе реальных событий объект разливая свою мысль я сейчас вас немного шокирую я считаю что москва это и есть тот самый древний рим все цезарь это титул и звучит он на нашем языке как царь что питер александрия а в исаакинском соборе лежит прав александра великого которого зачем-то сделали македонским смотрите мой ролик нас затем победители взяли некоторые реальные факты и полностью переписали историю перемещая ее в италии его хотя как я говорил в другом ролике работа была титаническая и сделали люди не имевшие представления о реальных но с очень богатой фантазии сегодня когда море уже затопило остатки разума историков и политиков ложь сми стала абсурдной и сто процентов переписывание и зомбирование истории продолжается и идет каждый день по всему миру другом ролике который называется кто живет в европе я убедительно доказал что по всей европе живет один и тот же народ едины смотрите ссылку у нас была единая скорее всего светская цивилизация значительно превосходившая наш по всем параметрам мы сегодня с восхищением смотрим на ее дворцы храм вокзала метро хотя большая часть прошлого лежит развалина для понятия уже всего что происходило в тот период который мы сегодня называем так трудно советую всем посмотреть мой ролик кто скушал 6 миллионов людей в париже пишите ваше мнение пишите ваши комментарии мат не цежурщину буду удалять и баню те кто считает что русский язык состоит из матов я не понимаю зачем вообще они слушают такие ролики и смотрят я прошу вас распространяйте эти ролики среди ваших друзей знакомых близки на работе в сетях мы должны понять кто мы и зачем мы живем пока нас опять не положили на жертвами камень истории всем доброго времени суток спасибо за внимание до новых встреч